Она на всех, мы за ценой его стоим, она на всех, мы за ценой его стоим. Подпевали всем залом. С исполнения песни «А нам нужна одна победа» началась патриотическая встреча в преддверии 9 мая. Представители разных поколений и национальностей собрались в Центральной библиотеке Пушкина, чтобы вспомнить о мужестве людей, которые подарили нам мир. Сегодня в этом зале огромное число молодых лиц, дивных детских глаз. Вы не просто проходите эти встречи, вы прежде всего учите ребят, учите молодое наше поколение, не просто знать имена своих героев, вы учите их гордиться своими земляками. В этом году вся страна отметит 78-ю годовщину Великой Победы. Бесценный вклад в борьбу с фашизмом внесли представители всех национальностей Советского Союза. Про героев Пушкина подготовили фильм. Вот те люди, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Портреты и истории участников войны собрали на тематической выставке под названием «Бессмертный полк». Организаторами вечера нашей патриотической встречи выступил Совет национальности во главе с сопредседателем ИСАС Еленой Анатольевной и Мирием Махиром Акакирим Маглы. Ну и, естественно, сектор национально-культурного взаимодействия принял самое активное участие. И все автономии. На встрече выступили представители национально-культурных автономий. Они рассказали, какое участие принимала их нация в войне и поделились личными историями. У меня два деда воевали. Один дошел до Берлина, был ранен, вернулся, а второй погиб. Махир Мириев рассказал об участии азербурджанцев в Великой Отечественной войне. Подготовил статистику, поделился воспоминаниями своей семьи. Мы видим свою задачу в том, что то, что было пережито нашими предками, это все донести до подрастающего поколения, чтобы они знали свою историю, чтобы они знали, какой ценой эта победа досталась. На этой встрече присутствовали представители Пушкинской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Это участники Трудового фронта, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей. В Пушкинском районе у нас осталось в живых 48 участников войны. Из них в этом году 100 лет будут праздновать 6 человек. Конечно, они уже не выходят из дома, они уже малоподвижные, но они все равно живы. Они живы, и мы должны низко поклониться им за победу, которую они нам принесли. Ветераны поделились с подрастающим поколением своими историями. Узнать о подвигах героев пришли ученики Пушкинской школы номер один. Ребята прочитали стихи на военную тематику, также были подготовлены творческие номера. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глойзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа.